Это Уракен и Татсу. Итак, Уракен Мучи. Вот это ударная поверхность. Удар наносится на отмышь. Как хорошо, что есть такая портативная макевара МБШ. Когда на улице хорошая погода, или даже нехорошая, это не важно, и есть возможность просто, то я всегда беру с собой такую макевару за плечи в сумку и отправляюсь в парк или в лес на тренировку. Вообще, макевару МБШ очень легко закрепить на любое дерево. Как на вертикальное, так и на любое накривое, а также на любой столб. Так что тренировочный зал можно создать себе практически в любом месте. Здравствуйте, друзья! И в этом видео я хочу разобрать такие аспекты работы на макеваре, как поверхностная глубокая набивка и постановка ударов с закрытым кулаком поверхностями, отличными от сайкен, от костяшек кулака. Что это за ударные поверхности? Наиболее часто применяемые – это уракен и тыцу. Эти две техники можно рассматривать, в принципе, совокупно. Почему я их буду рассматривать обе в этом одном видео? Потому что в основном все траектории, методы применения, углы, с которых эти техники применяются, в некоторой степени похожи, хотя имеются очень существенные отличия по применению, по приложению силы и по биомеханике. И вот эти аспекты мы рассмотрим и посмотрим, как в приложении с этими нюансами, со всеми, можно это отрабатывать на макеваре МБШ или Камертон, для того, чтобы работа приносила максимальную пользу. Итак, уракенучи. Вот это ударная поверхность. То есть это, как правило, две костяшки сейкен, но не во фронтальной проекции, а со стороны тыльной поверхности кисти. Вот эта часть. Удар наносится на отмышь, наносится именно тыльной самой поверхностью. Здесь есть нюансы. Некоторые, кто видел, как этот удар наносится, часто не понимают, как правильно формировать кулак. Дело в чем, если мы располагаем кулак, так как он располагается в сейкен, то есть ударная поверхность, вернее, не ударная поверхность, а вот эта плоскость абсолютно ровная, потому что вектор удара таким образом идет вдоль оси руки, чтобы рука не выламывалась никуда, не сюда, мы располагаем максимально ровно. У уракен нагрузка идет перпендикулярно кулаку, вот с этой части. Поэтому кулак идет к излом. И чем сильнее будет удар, тем сильнее будет противодействие, и, соответственно, кулак будет выламываться. Дело в том, что стабилизаторы и текстензоры кисти, которые ответственны за то, чтобы кулак не заломился в сторону ладонной поверхности, и чтобы зафиксировать его в этом положении, они слабее намного, чем флексоры кисти, которые разгибают кисть к ладонной поверхности. То есть мышцы по ладонной поверхности на предплечье намного сильнее, чем по тыльной. Поэтому средненькое положение, в котором максимально компенсируется тонус мышц при максимальном напряжении мышц, не вот такой, да, все-таки, а вот такой. Более того, так вот наотмашь, мы, нивелируя этот угол, усиливаем сопротивление вот этому вот, значит, изламывающему противодействию ударной, так ударяемой поверхности. Это важно. Поэтому кулак не делается вот так вот ровно, он немножко загибается. Вот такое положение. Удар наносится в таком положении. Вот. Немножко согнутый в сторону тыльной поверхности кисти. Таким образом. Второй момент, очень важный. Дело в том, что уракен – это удар непробивной. Наносится он в основном в верхний уровень, основная мишень для мертвы уракена. Это голова, то есть это лицо, лицо, челюсть, ухо, нос, глаза, сосцевидных, значит, отросток, даже в некотором роде затылок. Ну, при должной степени подготовки кулака можно бить в любую часть головы, хоть по макушке, хоть по своду черепа. Но в чем фишка? Дело в том, что этот удар непробивной. То есть он не может быть просто пробивным по сути своей, потому что вектор силы приема не совпадает с поступательным движением тела. Даже если мы не сбоку работаем, а работаем под 45 градусов, то есть если я говорю под 45, то мы работаем на мишень. То есть кулак движется на мишень, а я под 45. И идет по вектору, по параллограмму сил вектор удара максимально направлен в ударяемую поверхность, все равно удар будет не очень сильным, тем более, что стабилизация довольно слабая и много демпферов. Поэтому в этом ударе важно хлестовая составляющая. Тут удар, скорее всего, можно назвать скоростным, хлестовым, резким. Удар неожиданной техники. Поэтому очень важный момент, который добавляет хлестовости в технику, это конечная фаза доворота кулака. И это можно понять, например, когда удар наносится с ультракороткой дистанции. Если вы поставите кулак так, а вам ударить надо сюда, таким движением удара сильного не будет. Но если вы будете ротировать его, делать ротацию в самом конце, вот это хлестовое движение, как будто тарелку летающую запускаете, вот так вот, то удар будет хлесткий и мощный, даже с ультракороткой дистанцией. Не говоря уже, если он будет с амплитудой нанесен. Можно генерировать этим ударом большую силу. Сила хлыста, сила прощи. Но она не пробивная. То есть на поверхности контакта будет огромная сила. Чем больше скорости, тем будет больше силы. Но она не зайдет вовнутрь. Поэтому здесь важно понимать, что мишенью для удара может являться не любая цель. Челюсть замечательна, потому что достаточно голову сместить на пару сантиметров резким ударом и все. Будет нокдаун или нокаут, будет противник шокирован. Если вы поете резко в глаз тоже, там глубина пробивания не нужна. В нос, чтобы разбить нос. В зубы, чтобы выбить зубы. В ухо, чтобы поглушить противника. Ну, в общем, по голове это все хорошо работает. Также работает в области шеи, по сонным артериям, по мышцам. Все замечательно. Также есть еще мишень, такая как пах. Туда это работает тоже великолепно. Можно, конечно, субтильному человеку ударить солнышко в печень, если они прямо на поверхности находятся, что называется. И тогда это будет обладать неким шокирующим эффектом. Но не факт. Поэтому в основном голова. Если мы рассмотрим удар Тэцуй, здесь немножко по-другому все дело выглядит. Дело в том, что Тэцуй не требует такой ротации. Здесь как раз может замечательно сочетаться поступательное собедвижение тела и туда, куда мы наносим удар. То есть удар можно бить, а практически двигаясь на противника и нанося удар почти прямо. Можно сидеть сверху. Это тоже можно. Но слабовато получается, потому что, как уже сказал, стабилизация слабовата. Вот так стабилизация, она анатомически крепкая. Она сама по себе стоит. То есть кулак сюда не выламывается. Его не нужно стабилизировать. Он сам застабилизировался. Вы поставили его и можно наносить удар. Поэтому хорошо бить удары нисходящие по любой поверхности. По плечу и если наклонен противник по спине и по затылку и так далее. Тэцуй можно бить практически прямо на мишень. Причем можно его бить сверху, сбоку, под 45 градусов, снизу, как угодно. Поэтому для него граница намного выше. Можно бить по рукам, по плечам, по ребрам, в живот, в голову. Удар гораздо мощнее и сильнее. Поэтому постановка может быть намного глубже. И удар регенерируется на пробой. То есть могут применяться принципы мучения, залипания. Тогда удар проходит очень глубоко в противника и поражает внутренние органы. Поэтому в этом плане есть отличия серьезные. А вот в плане добавления генерации силы с помощью тела у этих двух приемов в общем-то не разнятся практически. И посмотрите, какие возможны варианты. Первый вариант. Когда мы наносим удар с короткой дистанции без ротации практически. То есть вернее мы делаем обычную и ротацию наружу. То есть мы стоим и нам нести короткий удар. Аксири короткий удар. Короткий удар носим. Что здесь делается? Вот у нас ханми положение плеч предположим спад 45 либо мы после приема стоим и нам нужно нести вот эту руку и удар. Мы просто разворачиваем плечи в обратную сторону. Коромысло плеч заднее плечо будет давить на переднее и это добавит еще сил. То есть вперед таким действием. Этим плечом мы выталкиваем это плечо. Ротируем и наносим этот удар. Все работает. Это на короткой дистанции делается сбив предположим сбив противника и сразу атака. Сбив и атака. И можно продолжать. То есть пам 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 можно работать дальше. То же самое для тетцун характерно. Вот сбив и тетцуй вперед. Сбив тетцуй вниз сбив тетцуй прямо. Вот таким образом. Дальше второй метод это когда мы всем телом поступательно наносим удар с небольшой дистанции. Предположим мы нанесли прием со скручиванием и теперь нам можно развернуться в обратную сторону. Мы стоим к противнику в положении с развернутым со спиной к нему повернувшись. Это может быть после удара длинного бокового когда вас сильно закрутило и сели вниз и вам надо всем телом развернуться в обратную сторону для нанесения приема. То есть у вас противник практически вуру находится попал туда. И здесь вы работаете всем телом. То есть все тело поворачивается одновременно работают бедра и одновременно работает локоть и одновременно работает рука. Такое движение в 7 тела работаете. В 7 тела работаете. То есть раз и всем телом наружу. И третий способ он сочетает в себе два. И первый и второй. Это самый мощный при генерации самсилы способ максимального подключения всех элементов которые могут добавить и жесткости в контракции и силу. На начальной фазе вы ведете все тело и в конечной фазе когда уже происходит практически контакт на мишени вы разворачиваете контрфазу обратно тело. Сюда всем телом. И в самой последней фазе идет контрреверс. Сгенерировали максимальную подачу всем телом. Соприкоснулись на мишени и добавили плечо вперед. Так и плечо вперед. Бам! Вот таким образом. Это максимально большая сила. Я показываю все в стиле карате как это выполняется с реверсами. Почему? Потому что при работе на макеваре мы учимся прежде всего правильно выстраивать биомеханическую модель для приема. В реальном же бою вы конечно стоите в стойке боевой но работает это точно так же. Даже вы нанесли удар сели и отсюда телом развернулись из боевой стойки. И ротация делается не сюда на пояс на плечо она делается здесь около головы. Доворачивать сюда ничего не нужно. Достаточно просто правильного понимания положения плеч и работы плеч. Ну вот а теперь непосредственно поработаем это все на макеваре. Единственное что я хочу добавить учитывая тот факт что всегда сопротивление макевары при данном типе работы идет перпендикулярно кулаку глубокая набивка не может быть очень глубокой. Поверхностно все понятно. То есть то чем мы наносим удар то и набивается на поверхности. То есть на глубину там несколько миллиметров это буквально. здесь это мягкие поверхности со стороны гипотенора здесь это твердые поверхности это в основном суставные сумки и головки косточек суставные головки вот и кожа вот если же мы это при резких ударах по поверхности поверхностные набивка если же мы работаем глубокую набивку то есть наносим удары на большую глубину чтобы баёк макивары отгибался больше здесь что происходит значит в случае туракинуч максимально сколько мы можем на самом деле набить это сама толщина косточки не больше то есть сама толщина кости толщина ладонь поэтому смысла особо дальше лупить нет там уже постановка начинается там уже глубокой набивки не будет набивка глубокая происходит на ту глубину на какую вы отгибаете баёк макивары по этому поводу у меня есть другие видео обязательно посмотрите у меня на канале на ютубе все это дело есть обязательно подписывайтесь там все об этом рассказываю хотя я может по этому поводу еще запишу не одно видео что касается тыцуй здесь конечно глубже можно проработать тему практически на ширину ладони почему потому что вектор силы сопротивления вот так и мы отработаем одну козь другую третью четвертую в общем четыре косточки прорабатываем но прорабатываются не только соответственно косточки а и те мышцы которые находятся между ними это червеобразные мышцы это различные мелкие связки мелкие суставы и они стабилизируются и укрепляются в ударе то есть здесь можно наносить удары поглубже учитывая тот факт что тыцуй удар более пробивной и более мощный здесь как раз никаких противоречий нет ну и самый важный момент когда вы будете ставить технику постановочную то есть бить максимально на пробой вы должны понимать что нанося удар со стороны когда у вас сопротивление идет макевары вот сюда а вы бьете со стороны бьете со стороны вы макевару скорее всего не пробьете потому что чисто хлестовые удары они несут силу только ту которую дает рука они не подключают массу всего тела то есть насколько вы быстро руку сам разгоните настолько будет мощная сила здесь как раз вот закон хорошо работает сила равна масса ускорение помноженное вот здесь это работает но только масса будет не всего тела а масса руки вот это очень важно понимать поэтому сила в общем-то будет небольшая если же вы хотите подключить в ударе при постановке максимальную массу тела вы должны стать к макеваре не сбоку чтобы она вот так вот сбоку и выбери сбоку ее он у нас стоит вот таким вот образом у нее баек и отсюда носите удар отсюда и отсюда вы должны стать к ней под 45 градусов и наносить удары по ней под 45 тогда у вас будет обязательно в удар подключаться поступательные движения тела и вот по параллелограмму сил то есть вектор самого самодвижения будет направлен на макевару под 45 градусов это есть очень хорошо все описывается в курсе нюансы для макевары кстати обязательно найдите этот курс там все это есть вот вы подключаете всю массу тела в удар и с помощью правильной контракции вы выстраиваете передачу этой силы этой массы тела на макевару и пробивная сила удара становится в разы выше особенно это актуально при нанесении удара тетсу и учи ну вот в принципе я рассказал основной базовый момент а теперь посмотрим под какими углами и траекториями можно работать на макеваре МВШ значит эти техники и еще добавлю важный момент кстати никогда не пытайтесь закрепить макевару ну как тот идеально ровно найти идеально ровное дерево на котором оно прямо вот будет ровно-ровно висеть там ни под углом никак на самом деле это не важно вы можете на кривую дерево макевару прямо повесить или на прямое дерево слегка под углом не имеет значения снивелируйте этот угол не ищите идеальных деревьев все на самые разные вешат все работает замечательно и сейчас она тоже не очень ровная макевара висит не совсем ровно это не имеет значения ни какого даже если она будет висеть не так а вот так вот так вот на бок да повернут это не никак не сыграет при набивке и при постановке особенно техники уча захлестовые вот когда вы будете ставить технику цки там это важно в принципе как она стоит там вектор удара должен быть четко перпендикулярен да а это уже нивелируется еще и и регламентируется одно то все предплечье но это отдельная тема мы приступим вот здесь я показываю тут самый первый принцип генерации силы с помощью разворота плеч а это второй вариант тот вариант когда силы генерируются с помощью поступательного движения и раскрутки всем телом без контрреверса ну и соответственно вариант номер три это сочетание второго и первого именно в такой последовательности то есть мы сначала с помощью раскручивания тела посылаем вперед и в сторону руку а потом с помощью контрреверса руку досылаем и давим одним плечом задним на другое на переднее абсолютно все точно так же делается и из боевой стойки а вот тут я показываю как можно работать один и тот же прием становясь под разными углами что существенно расширяет диапазон применения техники самыми разными могут быть и уровни нанесения ударов выбор способа генерирования силы напрямую зависит от боевой ситуации и от положения тела непосредственно перед нанесением удара отеля в под Т лак слаб не плечо тогда лак 似 aat к Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я показал базовые принципы, как раз вот эти, ротации и все остальное прочее Это была сейчас глубокая снабивка Чем отличается поверхность снабивки? Удар наносится более резко, более поверхностно При глубокой набивке более глубокая техника При постановке пробиваете на максимальную глубину и залипаете в ударе Ну вот, примерно так И в таком же ключе выполняется техника Тецуевич Для максимального пробивного эффекта встаете под 45 градусов Для хлестового больше со стороны Поэтому во время боя у вас всегда есть способ, выбор Вы можете из любого положения нанести практически любой прием Вам не надо подстраиваться под определенную дистанцию, определенный угол Почему важно богатство техники, самой разной Потому что из любого положения, какой-то определенной частью руки Какой-то ударной самоповерности Можно нанести сокрушительный удар Находясь даже, казалось бы, в самом невыгодном положении Просто выполняя возвращение в исходное положение Как я и сказал уже, например, когда вы закрутились сильно И развернулись к противнику боком или практически со спиной Если отсюда уже не выполнить никакой кидзаминский, ни джеб, ничего Вы завернуты Через спину не провернуться, потому что спереди у меня левая нога А я вперед правым плечом встаю Я могу нанести удар правой ногой, но я близко встаю, мне надо бить бы рукой Если я буду разворачиваться в обратную сторону, это долго Отсюда я могу выполнить удар мгновенно Бам! А уже дальше доворачиваться потом То есть, понимаете, это все решает Точно так же с опущенных рук удар нанести можно низко к цуи То есть, вот стояли, не поднимая руки к голове, нанесли удар к цуи Прямо в пах или вниз из живота Уракен на вскидку можно нанести по восходящей территории практически в челюсть или в нос Бам! Мгновенно! То есть, не надо занимать боевую позицию Отсюда вы не воткнете ни кидзами так быстро Никакой, ни боковой удар не махнете так быстро Это намного быстрее Тиф! Это очень быстрая техника Бам! Мгновенно! А вот уже дальше можно продолжить любой другой Когда противник будет слегка сошокирован Все нюансы и все аспекты я показывать вам не буду Все тонкие моменты Для этого есть видеокурсы по работе на макеваре Макевара стартинг, нюансы для макевары Макевара Бегинер, Адвансед, Мастер и Профешнл Все будет там, все есть и будет там То, чего нету, значит еще будет Но это вот основной момент Отрабатывайте обязательно технику тыцуй и уракен Правильно на макеваре И все тогда будет замечательно получаться Не игнорируйте Нельзя только кулаки набивать с одной стороны Комплексная подготовка кулака чрезвычайно важна Если вы хотите, чтобы ваш кулак был как молот Железный молот Малюс такой, который может сокрушать все Укреплять его нужно при работе на макеваре Со всех сторон, а не только с какой-нибудь одной Иначе он будет в одну сторону Хорошо выдерживать нагрузку Но при попадании другой частью тела По другой части тела, где вы этого не ждали Он рассыплется, как будто хрусталь Или лопнет, как арбуз Вот чтобы этого не произошло Работайте на макеваре полноценно Не игнорируйте Ну а теперь я просто предлагаю Посмотреть вам все то же самое Только поближе Чтобы детально рассмотреть И постановку ударной части на мишень Угол прихода на мишень Ну и всякие разные прочие тонкости Которые вы сами сможете рассмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Еще один очень важный момент О котором никто не говорит И вообще практически никто не знает На макеваре замечательно можно отрабатывать технику блокировок Таких как Нанайи Учи Или Джудануки Такая техника И Соту Уки Как раз Почему я о них заговорил Потому что это четко в разрезе техники подготовки Удар нанесения Тецуи Потому что траектории похожи Они точно так же на все Если вы делаете сами блок предплечьем Ну по макеваре тоже делается То соответственно блок может быть и как удар Он может быть как Уки Учи То есть когда вы блоком наносите удар непосредственно Уки Тецуи Учи Когда вы не блокируете просто руку противника А вы ее перебиваете Именно поверхностью Тецуи Не там Хайван, Гайван и так далее А Тецуи Это часто бывает Когда нужно перебить бицепс противнику Предплечье Или куда-то нанести локальный удар Нанося удар в висок или в челюсть противника Выглядит это следующим образом Ставик макеваре сбоку И вот наносится удар Представите реальный блок Классическая техника карате Если вы хотите, чтобы ваш блок был реальный блок Нужно работать реально В реальную Какую-то мишень Максимально мощнее Сильно в дерево Или в какой-то столб Вот так блок не поставить Здесь же на макеваре МБШ и Камертон Можно работать постановку в полную силу Сколько есть При этом у вас будет закрепляться И ударная поверхность И глубокая набивка происходить Костей Смерть предплечье для стабилизации Лучезапясный сустав стабилизироваться будет Ну и разумеется Будет обязательно постановка происходить Блок у вас будет просто с накшибательной силой Также собственно Ставится блок Джудан Барай Смерть предплечье для стабилизации 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я надеюсь, это видео было очень полезным для вас. Оно обогатит вашу подготовку и сделает ваши руки намного прочнее. Позволит выковать из кулаков настоящее оружие, с которым не страшно противостоять любому противнику. Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...